Дневник похудения Для начала нужно зафиксировать свои исходные данные. Это будет ваш вес, объем талии, объем бедер и объем руки. Эти данные мы будем измерять каждую неделю и наблюдать за процессом похудения. На второй странице мы будем считать килокалории, которые съели в течение дня. Например, на завтрак вы съели кукурузные хлопья 60 грамм. И заливаем эти хлопья стаканом однопроцентного кефира. Такой завтрак будет примерно содержать 350 килокалорий. Точно по такой же схеме вы считаете то, что съели в обед, на ужин и во время перекусов. И в конце дня вы считаете общее количество килокалорий. Допустим, у вас получилось некое число. На следующей странице вы записываете количество калорий, которые вы расходовали в этот же день. Например, в этот день утром вы бегали в течение получаса. И если вы весите 70 килограмм, то вы сожгли примерно 300 килокалорий. А вечером у вас была силовая тренировка, на которой вы израсходовали 500 килокалорий. В итоге за этот день вы потратили 800 килокалорий. Кроме того, к этому числу мы приплюсовываем количество килокалорий, необходимое на основной обмен. То есть та энергия, которая нужна нам в состоянии покоя. Для женщин это число от 1200 до 1500. А для мужчин это 1700 килокалорий. Возьмем средний вариант. В итоге мы получаем, что мы израсходовали в течение дня 2100 килокалорий. А на предыдущей странице мы записали количество килокалорий, которые съели в течение дня. Если мы отнимем от этого числа количество килокалорий, которые поступили в наш организм, мы получим дефицит. В итоге мы получили дефицит 627 килокалорий. А мы знаем, что в одном грамме жира содержится 9 килокалорий. Поэтому если мы разделим 627 на 9, то мы получим то количество жира, которое мы потеряли в течение дня. Как вы видите, для того, чтобы худеть быстро, нужно тренироваться гораздо больше. Если вы будете тренироваться вот в таком темпе, то через неделю вы избавитесь от полкилограмма лишнего веса. По такой схеме мы ведем наш дневник в течение недели. А потом с понедельника снова взвешиваемся и обновляем наш результат. И еще пара важных деталей. На последней странице своего дневника наклейте таблицу калорийности различных продуктов питания. А также таблицу расхода килокалорий по различным видам двигательной активности. И самое главное, на первой странице напишите идеальный вес, к которому вы стремитесь. И пусть это будет вашим стимулом. Сегодня мы разобрались, как правильно вести наш дневник. И вы поняли, что процесс похудения должен проходить под нашим чутким контролем. Но для того, чтобы результаты не заставили себя долго ждать, дневник похудения нужно не только вести, но и регулярно смотреть. С понедельника по четверг в программе «Все будет доброе». Ваш персональный тренер Игорь Абуховский. Наш последний комплекс на этой неделе мы будем проводить в круговом режиме. И при этом будем использовать наши домашние тренажеры. У нас будет 4 упражнения, которые мы будем делать непрерывно, одно за другим. Сейчас я расскажу, что это будет. Наше первое упражнение будет приседания с резиновым эспандером. Мы становимся на резину таким образом, чтобы в нерастянутом положении рукоятка находилась на уровне вашего таза. Сгибаем руку, ставим стопы на ширине плеч. Делая вдох, приседаем вниз. На выдохе поднимаясь, выжимаем эспандер вверх. Делаем эти два движения слитно. Их нужно сделать по 15 раз каждой рукой. Старайтесь приседать как можно ниже. И сделав 15 раз, делаем до другой руки. Эспандер на уровне таза. Сгибаем руку, ставим стопы на ширине плеч. Делаем вдох, опускаемся вниз. И на выдохе жим. Сделав это упражнение по 15 раз в каждую сторону, переходим к следующему. Его мы будем делать с гантелей. Мы будем сочетать два движения. Это наклоны и отведение рукой в сторону. Вес тела на левой ноге, она присогнута, ровная спина. На вдохе мы наклоняемся вперед и фиксируем это положение. На выдохе отводим правую руку в сторону, возвращаем ее вниз и поднимаемся в исходное положение. В динамике это выглядит следующим образом. Каждый раз старайтесь опускаться так, чтобы ваш корпус был параллельно полу. И обратите внимание на то, что левая нога должна оставаться все время присогнутой. Сделав 15 движений в одну сторону, сразу же начинаем делать в другую. Правое колено слегка присогнуто, ровная спина. Вдох опускаемся вниз, на выдохе отводим левую руку, возвращаем ее вниз и поднимаемся в исходное положение. Это упражнение прекрасно воздействует на бедра и ягодицы, а также на заднюю часть плеча. Двигаемся дальше и у нас на очереди хула-хуп. Его мы будем вращать в течение двух минут. Одна минута влево и вторая минута вправо. И последнее упражнение мы будем делать для спины на коврике. Четвертое упражнение – это подъем рук и ног одновременно. Ложимся на живот, вытягиваем руки вперед, на вдохе поднимаем верхнюю часть корпуса и ноги. Задерживаемся в этом положении на долю секунды и теперь левой рукой касаемся правого бедра. Возвращаем в исходное положение, опускаемся вниз. То же самое делаем в другую сторону. Вдох, подъем вверх. Правая рука касается бедра. Возвращаем в исходное положение и опускаемся вниз. Делаем по 10 касаний каждой рукой. Вдох, касание и вниз. Устаю напоминать, что все движения нужно контролировать. Когда вы касаетесь рукой бедра, обязательно сводите лопатки. И так повторю весь комплекс. В начале мы делаем разминку, затем приседания с резиновым жгутом по 15 раз в каждую сторону. Сразу же мы переходим на наклоны плюс отведение руки с гантелей. Затем мы крутим хулакуб в течение двух минут. Минута вправо и минута влево. И в конце мы делаем подъемы рук и ног одновременно, но не забываем касаться рукой бедра. По 10 раз в каждую сторону. Такая круговая тренировка поможет потренировать мышцы, а также сжечь больше калорий, потому что она обладает кардиоэффектом. Но для этого нужно делать не меньше, чем три круга. А отдыхать между ними не больше одной минуты. Привет, YouTube! Спасибо, что смотрели наше видео. Если оно тебе понравилось, то не забудь поделиться им в соцсетях и оставить свой комментарий. А также нажми кнопку подписаться, чтобы первым увидеть новое видео.